Не знаю, там видно, в камере не видно, но как бы у меня там все в огне. Вот, булки похожи на угли уже. О, зрителю оно точно понравится. Это жанр! Чуваки, ну, это, ну... Нахрена снимать об этом кино? Зачем туда ходить? Это мой личный арт-хаус. Привет, киноделы, с вами Тимофей Добровольский. Сегодня у нас в гостях режиссер, клипмейкер, сценарист Олег Трофим. Олег, привет. Наро. Я знаю, что у тебя скоро премьера, прям буквально вот осталось не так много времени. Расскажи, какие у тебя эмоции, потому что ты долго готовил этот проект, фильм «Майор Гром», «Чумной доктор», и вот-вот его представишь публике. Расскажи, что ты чувствуешь. Фу, ну, это спектр эмоций определенный, потому что эта картина для меня началась два года назад, и ровно с того дня, как мы с Миш Китаевым, исполнительный продюсер, генеральный продюсер, и Артемом Габрилиановым, создателем вселенной «Бабл» ударили по рукам. Покоя больше нет. Ну, очень активная, динамичная, сложная работа. Вот сейчас, как бы, мы находимся уже в финальных, самых финальных стадиях. Сложно пока понять, что я чувствую. Ну, то есть, конечно же, это большая усталость, вот, и ощущение, что я уже тысячу раз это все посмотрел, вот, и уже, честно, не имею ни малейшего представления о том, как зритель воспримет эту картину. Но, конечно же, мы рассчитываем на большой успех и готовы к самым жарким спорам и обсуждениям. Каждый режиссер, по сути, полного метра, он его отсматривает огромное количество раз. И это не зависит, как бы, от того, фильм сложно идет, там, или он хорошо идет. Соответственно, ты тоже отсмотрел и свой первый фильм «Лед» и «Майор Гром». Как не устать вот за все это время? Никак, слушай, никак. Ты просто реально устаешь. Как сейчас скажу, у меня девиз такой появился. Выгорание – мое второе имя. Я не понимаю, о чем люди жалуются. Я выгорел, надо полежать. Да нет, иди работай. Вот, если есть дела, то никогда выгораешь. Ну, то есть, выгораешь – никогда стонать об этом выгорании. Идешь и работаешь. Фильм, ну, то есть, тоже видишь, ты смотришь его, не же, целиком. Ты смотришь частями. Здесь, типа, кусочек графики, здесь там звук, здесь то, здесь это. Смотришь его рилами, то есть, фильм делится на части, рилы называется. И весь фильм, вся картина, которая для зрителя, ну, конечно, проходит вот просто как картина, для тебя это уже такой огромный-огромный-огромный конструктор, который состоит из тысяч-тысяч миллионов деталей, да, из звучков, из каких-то пикселей, из клинапов, когда закрываешь что-то, из CG-объектов, которые не должны быть заметны зрителю, из CG-объектов, которые должны быть заметны зрителю, из всего на свете, из нюансов, перемонтированных диалогов или каких-то там, ну, других сцен, кадров, которые вы туда нарочито вставили, или там решили он состоит из кучи деталей которые ты афишируешь или которые пытаешься скрыть но вот видите уже целиком картину мне кажется невозможно мне кажется просто невозможно и поэтому невозможно понять как зрители реально и воспримет только догадываться об этом это это все будет наверняка субъективно вот и здесь с громом та же самая история костина очень объемная там много всего происходит очень много героев много событий твистов ну просто вот так и нюансов в этого мира который мы тоже конструировали ну какое-то такое количество но я так и не сталкивалась еще никогда и поэтому к сейчас не знаю там видно в камере не видно но как бы у меня там все в огне вот булки похоже на угли уже да но они не тлеют кипятят какой момент ты почувствовал вот разрыв этот разрыв между реальностью то есть грубо говоря когда ты понял что так я уже не могу ее воспринимать эту картину полностью логих ралки я отпускаю это я буду вот секвенциями отсматривать и тут делать маленькие какие-то нюансы но уже как бы ты не можешь так сказать о зрителю она точно понравится я снимаю зрительское кино и это моя главная задача создать кино которое понравится зритель зрителю точно не будет скучно просто понравился понравилось это уже комплексное какое-то ощущение которое позже сложится она и дальше в этом плане все будет должно быть нормально но понимание общее понимание наверное она растворяется вот больше уже в посте потому что когда ты работаешь над сценарием работаешь с мелкой структурой но тем не менее все равно все равно пока не приступил прямо к съемкам надо всегда общим планом смотреть общим планом не потеряется ли вот это вся вот эта большая конструкция пошитые только лепишь только вот собираешь ее образ этот скелет на этапе сценария в это происходит но тем не менее все но в общем планом ты ее воспринимаешь. На этапе съемок тоже ты не можешь не воспринимать ее целиком, потому что любая сцена, любая перемена, любое решение, оно взаимодействует с другими решениями по всей картине, по всей длине. Так сейчас артист у тебя сыграет, да, как это будет линковаться с тем, как артист играл в предыдущей сцене или там три сцены назад. То есть это такое, ну ты как волк и яйца собираешь нюансы, при этом ты не просто собираешь их в корзину, да, у тебя там вот снизу выстраивается какая-то очень сложная конструкция архитектурная. Но вот когда начинается уже постпродакшн, когда вы уже смонтировали все, когда все собрали, когда в принципе уже все вот, ну, есть крепкий-крепкий каркас, далее начинаются нюансы художественного характера, уже звук, цветкоррекция, подбор музыки, который часто происходит и на монтаже во многом. То есть там много уже прикладных вещей, но самое главное у тебя есть основа, которая не двигается, монтаж, когда ты его лочишь, да, говоришь, что стоп, больше мы не передвигаем кадры ни влево, ни вправо, ни на один фрейм. После этого, ну, у тебя есть уже конструкт, который вот, который, ну, незыблем, а дальше идут, как бы, художественные решения и улучшения. Очень полезно, конечно, посмотреть сервуэта общим планом, но не всегда это удается, потому что, ну, потому что просто очень много деталей. И вот, вот уже, как бы, зарываясь в этих деталей, уже сложно. Тут нужно раз там в две недели сказать, типа, так, все, стоп, вот как сейчас есть, вот все, что у нас сейчас готово по графике, все, что по звуку, все, что не готово, это все вот должно быть сейчас в фильме, мы устраиваем просмотр. Садимся такие, ага, ты, например, такой, ага, понял, что у нас не хватает, что где-то там не работает, но все равно эти встречи, типа, ну, не такие частые, потому что, ну, нужно все время постоянно какие-то детали там утверждать. До какого момента, вот, грубо говоря, вы можете вносить правки? В идеальном мире, мне кажется, недели за две до показа, надо, чтобы все было готово, просто лежала и ждала, и вы такие отдыхали, попали шампанское, такие классные картины, интересные, и размышляйте о том, как зрители вас примет. Но мы же не в идеальном мире, не знаю, но я думаю, что мы там дни за пять до сдачи DCP, ну, закончим работу. Вот, конечно, мы стараемся удерживать сроки, но все равно, знаешь, мы там сегодня встречались, Тёма и Габрилина зарубились, такие, блин, ну, этот кадр, он говорит, он какое-то время отсутствовал, сейчас приходит, говорит, блин, этот кадр на нее работает, там, это движение, ну, прям режет. И чуть-чуть срок подвинулся на денечек, вот, в общей сложности. Такие моменты, ну, постоянно возникают, это нормально, вот. Вот недавно с Ильей Найтшульнером как раз в инстаграме мы болтали, я расспрашивал его про NoBody, и он говорит, что с августа его картина уже ждет, лежит. Ну, я ему так свои чаяния, печали как-то озвучил, он говорит, ничего, не переживай. Вот Пол Томас Андерсон ходил в слух, что он какой-то из своих картин, там, тоже, ну, больших, важных, буквально там за несколько часов до показа уже примерного допечатывал копии DCP. Ну, мне было очень интересно, только необычно выстраивался процесс работы Олегом Трофимов, которого я хотел бы отдельно сказать. Спасибо огромное за то, что в нашем, каком немножко сероватом кинематографе появилось такое очень острое, красивое и талантливое имя. Это надо перечить. Видите, что с человеком делает, вовремя выплаченный гранатер, он даже не говорит, чесает. И касается молодого мальчика, который собирал Тихон, я не всегда был рад встрече с ним на площадке, потому что он никогда не готовился, никогда не учил текст, в отличие от меня. Но, мне кажется, Олег, Рома, Тёма и Миша, они сделали самое главное, они создали семью. Это была лучшая семья Санкт-Петербурга и Московской области, потому что я такой дружбы, именно, подчеркиваю, дружбы, встречал меня на одной площадке. Это большое достижение того, что вы сделали, поэтому получился фильм. Я благодарен судьбе, что вот так вот случилось, что я начал свой шаг кинематографу с ночного дозора и продолжаю его с замечательным кино, Майор Громовичу Майбок. Здоровый кинодел давно не виделись, и я понимаю, что слушая про такие грандиозные проекты, как Майор Гром, тебя могут интересовать проблемы более приземлённого уровня. Например, как выставить на своей камере нормальные настройки, которые давали бы тебе киношную картинку. И специально за этим я создал обалденнейший пак по настройке камер, который ты можешь найти по ссылке в описании. И в нём я тебе рассказал не только про настройки ISO, выдержки диафрагмы цветового профиля для большинства камер, но и также выбрал самые популярные из них и расписал подробно настройки для каждой из этих камер. Поэтому наверняка ты найдёшь там именно свою. Поэтому залетай, всё абсолютно бесплатно, специально для тебя, чтобы ты мог снимать крутые кадры. Ссылка в описании. По поводу фильма «Лёд» ты говорил, что очень важно выпустить фильм в нужное время, чтобы он окупился. И как минимум, чтобы он ещё и заработал. Почему вы выбрали дату 1 апреля? Мы изначально планировали на 8 апреля выйти, потому что так посмотрели даты релизов каких-то там больших картин, небольших картин, ну, понять, где среди кого-то выходишь, это тоже имеет значение, кто рядом с тобой. И вот когда, там, помню, Джеймс Бонд ушёл из-за ковида, кто-то ещё ушёл, у нас освободилось пространство неплохо. И мы решили сдвинуть на неделю раньше, чтобы ещё больше времени экранного захватить. Я не знаю, сработает или нет, тоже. Это всегда же, ну, не то, что гадание на кофейной гуще, конечно, дистрибьюторы занимаются, маркетинг, ла-ла-ла, бла-бла-бла-бла. Все очень умные, все очень стратеги, но никто ничего не знает. Ты говорил о том, что если ты не испытываешь страх перед началом смены, значит, что-то ты делаешь не так. А насколько велик был твой страх перед первой сменой майора Грома? Страх от чего? Он от неизвестности. Мы боимся, когда не знаем исход. И лучшее лекарство от этого страха, ну, это идти вперёд и этот исход осуществлять непосредственно своими руками. Сложно понять, какой именно он будет, но хотя бы будет ощущение контроля. Идёшь и работаешь, делаешь что-то. Список задач, и просто идёшь их, выполняешь. Это единственный способ спрятаться от страха. Другого нет, ну, как мне кажется. А, допустим, детальный препродакшен? Конечно. Всё детально было продумано, проработано. Вот расскажи об этом этапе. Как ты работал в этот период препродакшена? Что ты сделал? И, насколько я знаю, может быть, это неправильная информация, но мне говорили, что ты очень прям один из тех человек, людей, которые прям детально углубляются, можно сказать, гений препродакшен. Вот так мне про тебя сказали. Чем подробнее ты подготовился, тем легче тебе потом будет перенести муки хаоса и сбоев всего на свете. Потому что, ну, кино – живой организм, оно живёт как хочет, вот. Ты его планируешь, подобно разрабатываешь, а потом идёт каким-то своим путём по-своему как-то. Если ты недостаточно подготовился, то хаос, который тебе сама жизнь вбрасывает в съёмки, он тебя не то, что будет сбивать, просто будет тебя мотать. Потому что нет ориентира. Это как в отсутствии горизонта на лодке, да, точно блеванёшь. Если ты понимаешь, какая точка, ориентир есть, так уже легче справиться. Также это позволяет проработать, точнее проработать, а осуществить более тонкие и интересные концепции. Но я всё-таки считаю, что если ты хорошенько подготовился, тогда есть возможность, потратив плюс-минус то же самое время на съёмочной площадке, сделать куда более интересную и объёмную работу. Просто, ну, подробнее готовишься, а дальше делаешь всё то же самое. Те же люди на площадке всё то же самое делают, просто ты задачи чуть-чуть ставишь точнее, да, у тебя чуть точнее цвета в кадре, чуть точнее, там, условный цвет, чуть точнее мизансцена. Ну, расскажи, как вот твой этап препродакшен был к майору Грому? Да всё как обычно. Мы рисовали раскадровки, много раскадровок. Так как было достаточно количество экшн-сцен, мы их анимировали, делали аниматики и так далее. Было много тритментов. 1 июня мы начали готовиться, а картина реально большая, сценарий, но суперобъёмный. И мы 1 сентября уже снимали. То есть 3 месяца. Это, ну, тотально мало, я больше на это никогда не подпишусь. Вот, но мы справились. Обычно, когда ко мне приходит сценарий, мне так удобно. Читаешь сценарий, пишешь большую такую экспликацию, там, страница на 200, о том, как этот устроен мир, даже если он реальный, но тем не менее, там, артисты, герои, какие-то приёмы, техниках, характер света, цвета, на ощущениях. Ну, то есть, как бы всё расписываешь, и потом вместе с этим, да, ты там допиливаешь сценарий, и это отдаёшь главам департаментов, которые вот приходят на проект. Оператор такой читает эту экспликацию, а, я понял, какой кино ты хочешь сделать. Здесь я когда зашёл, то есть, ну, буквально вся группа уже есть, мы такие, ну вот, всё, и читаем сценарий. И всем не задают вопросы, а это как, а это как? А их фиг знает, я даже не запомнил, как героев зовут, ну, не знаю, поэтому всё было прям, ну, по ходу, по ходу, прям по ходу, всё решалось, и придумывалось, ну, по ходу подготовки, не съёмки, разумеется. И поэтому у меня было, не знаю, наверное, типа 20 или 35 тритментов по этому фильму, то есть, разработки, пдфки с картинками, с текстами, за всем, про всем, то есть, условно, там, у нас в фильме есть полиция, да, как полиция выглядит, как она себе ведёт, что они делают, что они не делают, какой характер у них, таких вот, говорю, очень-очень много тритментов собралось, кроме них, разумеется, было, ну, куча такой вот, эскизный, концепт-арта было много, мы делали, по там, полицейскому участку, у нас особенный, он такой получился, там, открытое пространство, я видел, да, да, open space, и таких много вещей, там тоже казино, трейлеры было, то есть, этот образ казино, нужно было тоже задать, а как, какое это казино, да, вот, что в нём, вот эта лестница, вот эта такая, да, да, и нужно было собрать, сначала, мне самому лично собраться с мыслями, какое я хочу, чтобы там было казино, каким она отвечала требованиям, какой образ бы она создавала, плюс, чего, ну, куча эскизов рисовали, просто эскизы, где-то художественные разработки, какие-то сцены, которые мы не успевали раскадровать, ну, то есть, если не успеваешь раскадровку нарисовать, то как минимум, просто подробный, ну, план, ты просто текстом, без картинки, но текстом писал, что происходит, чтобы точно любой человек на съемочной площадке, находясь там, мог понять, что будет происходить. У нас много действий ночи происходит с Максом Жуковым, с оператором, и вот, ну, мы смотрели разные варианты, как кино вообще, в принципе, ночи разные бывают, бывает там ночь Диккенса, когда она просто холодная такая, вот прям всё, ну, как бы вот лунная, мы решили, например, делать целиком натриевую, то есть прям желтую-желтую, желтые фонари, там синего неба никогда нет, вот если небо, оно чёрное, а всё освещено вот тёплым таким, ну, натриевый цвет называется. Очень готовились подробно, но времени на это не было, просто, ну, не спали, не ели, не видели семьи, постарались сделать, ну, всё для того, чтобы к моменту съёмок, да, мы понимали, когда что-то идёт не так, что это идёт не так, да, если что-то идёт не так, что с этим можно делать? Помни тот день, когда тебе поступило это предложение, вот, снимать, и ты понял, что вот, три месяца твои ближайших, ну, подготовка, подготовка, три месяца, ты пропадаешь, просто потому, что у вас очень сжатый срок, так я на два года пропал, пропал на два года, да, как ты родным своим объяснил это всё? Ну, ну, они уже чуть-чуть понимаешь, что такое кино, вот, всё равно, конечно, сложно, у меня как раз за время работы на Громе, сын родился, вот, сейчас полтора года, я ночую дома, прихожу и стараюсь проводить время с семьёй, но, тем не менее, большая часть времени заняты, и, конечно, это очень тяжело, это жертва, которую ты просто обязан принести, Богу кино, вот, и своей профессии, для того, чтобы всё получилось. Когда я согласился снимать кино, ну, подумал, что это будет невероятно сложно, но очень интересно, вот, и, ну, так и есть, очень сложно, но супер интересно. Но, тем не менее, я могу сказать, что, в том виде, в котором вы увидели картину, это максимум, на что я способен в сегодняшний день. Вот, лучше я бы не снял. Возможно, если бы я пришёл, сейчас привыкнулся во времени, наверное, имея тот опыт, который у меня сейчас, что-то бы, что-то бы, что-то бы поменялось, может быть, и где-то бы я обошёл острые углы, или был быстрее, но сегодня это лучше, на что я способен, так что судите, как есть. Его возможности вообще безграничны, он сумел даже сделать сына за время съёмок. Поздравляю тебя! Да, кстати, если интересует инсайд, мы с женой рожали его, вот, в момент сцены, когда Дима приходит к Игорю с шаурмой, да, вот ровно в 12 часов дня я сказал, ребята, она рожает, мы развели сцену, и я поехал. у меня был ноутбук, лэптоп, в ушах Airpods была рация второго режиссёра, я мчался по пробкам к жене, которая вот-вот уже вся в схватках, и, по-моему, на кадре, когда Дима... Два кадра там есть? Два кадра, которые снял любезно Артём в должности режиссёра, да, это как Дима отдаёт шаурмой, проходит в квартиру, там, золотые кадры, запомните! Золотые кадры, лучшие кадры, потому что ровно в этот момент я сказал, так, ребят, кажется, он пошёл. Я увидел, что в трейлере, ну и так это понятно, что в этом фильме, в Майор Гром, будет очень много экшена. Здесь такой момент, что, грубо говоря, в супергеройских фильмах всегда есть некий баланс вот этого экшена, когда у тебя и это не слишком хореографично-постановочно выглядит, и не слишком брутально, там, до брутальных избиений. Вот как вы соблюли этот баланс? Есть такая штука, мы когда обсуждали возрастной рейтинг, мы идём в 12+, в 12+, у тебя может быть кровь, да, но, например, если есть человек, есть нож у него в руке, если один человек другого прыгнул ножом, да, то есть вот сам удар может быть, например, ты в кадре не можешь увидеть, как он достал, выпалилась кровь, может быть удар, потом склейка, потом человек как бы с кровью, понимаешь, какие-то такие нюансы. Мы определили, что эта картина, она развлекательная, она не как бы жестокая, играет людей. Нам важно было найти такой подход, ракурс, при котором не будет анатомичности. Не хотелось на этом играть, это проще всего. Сам сюжет подразумевает какие-то сложности вроде там, ну, люди, огнеметы, пожары и всё такое, просто потому что для истории это неважно. Мы не на этом выезжаем. Я хочу намного, но как бы, не знаю, мне кажется, там, например, у Илюхина чулера больше. «Гром» это очень насыщенное кино. То есть это не про экшн кино. Он там есть, он там кайфов, он мне нравится, но это не про экшн кино. Это, ну, на самом деле, не знаю, как это. Это триллер и боевик какой-то классный, но это не экшн-муви. Экшн-муви, это была, это короткометражка, она была экшн-муви. Но здесь кино, потому что бездетель долго не усидит, только на драках и погонях. Вот, здесь нужно историю рассказывать, и это была наша главная задача. Был какой-то личный вызов для тебя, который ты понял, так, вот это мой страх, и я должен его преводолеть. Работать с глубинами за сценой и с большим количеством второстепенных героев. У нас тут в полицейском участке там много сцен, когда работает второй, третий план, ты ведешь с одним героем, потом подхватился на второго, а там, чтобы весь еще задний план все жило вот так вот в глубину. И начал в какой-то момент обращать внимание на кинокартины, снятые в 80-х годов, когда не было никакой компьютерной графики, все, что у тебя было. И даже, если смотреть еще в более ранней картины, когда у тебя не было возможности делать сложные движения камерой, все движение было внутри кадра. Просто люди были твой инструмент. У тебя там не один человек, да, и что-то там по массовке, и массовочка какая-то где-то там ходит, и камера так вот летает. Не, у тебя вот прям все вот эти вот люди, они все в кадре, все действуют, они все создают второй план, а камера просто статична может быть, ну, может быть, столько движения. И вот у меня была личная задача и амбиция, ну, научиться это делать. Жизнь, чтобы она кипела в кадре, чтобы она происходила вот, ну, в каждой точке, не как CGW, знаешь, который вот пошел сюда, как на рекламе там, да, как разводят второй план на рекламе. Так, вы идете слева направо, вы справа налево, вы на три, ты просто стоишь, ты просто уходишь от камеры, ты идешь в сторону камеры, все. Мы разрабатывали прям второй план, характер, люди, микросюжеты, ситуации. То есть это то, на что зритель не обратит внимание, но наличие вот этих вот ситуаций, это режиссуры, вот там, там и там, в глубине именно каждого кадра, она позволяет просто сделать живым бэкграунд, ну, просто живо, это жизнь там происходит. И вот над этим очень много, это как бы мой личный вызов, и мне нравится, что получилось, хотя, конечно, ну, надо еще, еще, еще. Сейчас уточню, к чему я задал этот вопрос, вот, пытался вспомнить, но не получилось. Вот, хоть один супергеройский фильм, российский, чтобы он был... У нас нет таких, полярный. У нас не было супергеройский фильм, у нас в принципе-то жанра нет, у нас нету... Ну, как, защитники вот у нас есть. А, ну, супергеройский фильм, ну, вот так. То есть, грубо говоря, твой фильм единственный, по-моему, не знаю, был еще что-то, я не могу вспомнить, честно. Вот в том-то и дело. Поэтому я подумал, что это для тебя вызов, что, грубо говоря, мы делаем супергеройский фильм в России, российский режиссер снимает, а как российский зритель это воспримет? Это такой же вызов, как и фантастика с вторжением и притяжением от Федора Сергеевича, грубо говоря. Мы тестируем аудиторию, а вы готовы к такому? И аудитория будет уже отвечать, готова она или нет. Вот тебе профдеформация, я живу уже в пикселях, говорю, в человечках, как они движутся в кадре, а вот в чьи вещи, говорю, уже фокус вот такой вот, шоры такие. Конечно, конечно, очень хотелось создать большое развлекательное кино с каким-то миром чуть реальным, не таким, как, ну, нереальным миром, а не буквальным, не бытовым. Везде, где есть огонь, везде был настоящий огонь. Это на самом деле вещь, это не то, чем я лично как постановщик горжусь, это просто то, что было необходимо для того, чтобы огонь выглядел реалистично. Мы проделали очень много работы вместе с нашим оператором Максимом Жуковым, а он, как же есть такое слово, нацатрон. Вот. По операторскому мастерству действительно очень важно было, это по любви сказано, важно было при запланированных добавлениях искусственного огня, на котором трудились лучшие студии компьютерной графики, такие как Дирекция кино и Мейнродпост, важно было создать реальное свечение, потому что невозможно хорошо нарисовать огонь, когда пространство не реагирует на... Когда нет отблесков, отцветов, когда нет их на артистах. Такого кино мало, в принципе, снимается. Либо прям совсем сказки, либо бытовуха, либо там про войну, историческую какую-нибудь там. А так, чтобы это находилось вот в сегодняшнем дне, но при этом другая реальность, такого практически нет. Я обожаю магический реализм и обожаю вот это вот, знаешь, когда все как в жизни, но чуть-чуть по-другому, вот этот вот небольшой надлом между реальностью и вымыслом, он дает фантастические возможности для реализации всяких разных идей, концепций, смыслов, изобразительных решений, что тоже очень важно для меня. Создать вот такое, ну, большое, зрительское, развлекательное кино, не, не, понимаешь, не патриотичное, не в том плане, что она антипатриотичная, нет, она просто там, нету темы патриотизма, да. Да, я видел, что вы даже полицию переделали так, что она вообще, грубо говоря, как выглядит, как европейская, какая-то полиция. она просто выглядит нормально, просто выглядит нормально, потому что, сейчас как-то у нас появляется подразделение, там, чуть-чуть, мотополк, выглядело, но в целом, ну, все знают, как, то есть, как называется, инженерный дизайн, все, что касается госпроектов, ну, есть большие, серьезные проблемы с тем, как выглядит, в принципе, мир, в котором мы находимся. даже Петербург и всей его красоте мы все равно вычленяли особенности, какие-то нюансы для того, чтобы создать определенный образ, создать определенную эстетику. И это для большого зрительского кино это важно. Мне было важно, до сих пор важно, чтобы зритель реально пришел и кайфанул в кино, понимаешь? Не просто такой, о, как там графики или о, какие масштабные сцены, ну, вот, испытал этот драйв. Мне не так важно, чтобы зритель вышел с кино и такой, я прозрел, теперь я знаю, как жить, да, или какой автор, как он умен. Нет, вообще меня это не волнует. Мне хочется, чтобы зритель вышел с ощущением того, что он очень круто провел время в кинотеатре. Это не должно быть слишком умным, это не может быть глупым, потому что зритель будет отвлекаться на твою дурость, отличаться от кино, да, это самое, не может быть слишком красивым, потому что зритель будет отвлекаться и перестанить смотреть за сюжетом, ну, и не может быть абсолютно бытовым и реальным. Это вот какая-то, вот, такая странная фигура, которую мы пытались сбалансировать, чтобы это было, чтобы, ну, зритель кайфовал, чтобы это было, кино было большим, чтобы оно было, оно было понятным, даже кошке одноглазой, чтобы все было понятно, но не было глупо, а было понятно, ну, просто на уровне ощущений и жестов, понимаешь? Вот такая задача, вот у меня есть такая амбиция, я надеюсь, это получится. И у меня большая мечта, чтобы у нас в стране крепко сформировался пласт зрительского кино, вот, не знаю, того же Нолана взять, ну, прекрасный, прекрасный пример большого зрительского кино. Там всегда есть, куда копнуть, есть о чем подумать, там всегда есть двойное дно, но фильм при этом понятен и обывателю, который не шарит, ну, ни во времени, ни в космосе, ни в искажениях пространств, ни в чем. о, понятно, круто, кайфово, ну, вот, может, с доводом он переборщил. Вот, мне хочется такое кино создавать, и на Громе такая вот возможность появилась, и, конечно, хочется верить, что это сработает, потому что, ну, это классно, когда такое кино есть, когда не надо делить мир на черное и белое, на очень умное, да, может быть, живописное, но совершенно невыносимо скучное кино, да, или какое-то яркое, праздное, веселое, динамичное, но тупое, так что, говорить об этом не хочется. Вот середина какая-то, хочется гармонию обрести на кинорынке. В первом трейлере этого фильма вы его сделали под перепевку песни «Перемен Виктора Цоя», которая стала такая своеобразным, неофициальным гимном протестов в Белоруссии. «Перемен» «Требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем с comum в наших слезах от пульса цыр. Мы ждем перемен» соответственно если открыть видео то видно что по комментариям как бы люди этот момент очень сильно их зацепил там грубо говоря каждый второй комментарий они как бы дают свой фидбэк на это положительный в этом сфере в этой себе вопрос вы как бы это задумывали не мы не хайповали на теме протеста эту песню артем вместе с с ромой сильверства выбрали и начали над ней работать еще думаю прихода куда два с половиной назад по моему просто это очень крутая песня которая коррелировалась с идеей картины момент еще в беседе был режиссером и как-то не все это обсуждать родилось еще до меня чтобы оставаться честным скажу так мы не хайповали на тем просто как-то вот все так сложилось очень много нюансов знаешь как-то сложилось и сегодня мы выходим в прокат до после того что случилось в нашей стране в январе этого месяца да и это несет определенные это повлияет на то как зритель вид картину пока мы снимали этого не нужно все равно эти идеи витает воздухе настроение все равно не новое складывается контекст который вот а это протест беларуси и все и нам нравится или же например они могли бы сказать это про протесты в шейму нее и закидать говном как выйдет картина в каком контексте в каком контексте уже понятно я не думаю что там за вот это время до начала проката в кинотеатрах там что-то произойдет глобальная хотя все может быть но какой контекст сложится вокруг это как эту картину могут воспринять это может быть совершенно кардиально разные но мне кажется на закидают дерьмом и те и другие будешь доволен если bad comedy выпустит обзор на ваши мне кажется он не выпустит потому что все-таки все-таки он занимается исследованием круто лицемерия мы не лицемерие говорим как считаем правильно считаем нужно то есть за себя могу ответить вот я за каждый кадр за каждый пиксель в огромен готов ответить и все-таки мы одержимы кино мы очень любим кино вся группа orbital собралась от продюсеров до до всех вот мы все очень любим кино и очень очень стараемся чтобы получился классный развлекательный фильм что-то получается что-то не получается это нормально но мы за всех сил сторон сделать классные кино Вот, по большой-большой любви. Давай немножко отмотаем назад. Вот в то время, когда ты еще был, по сути, человеком, который снимал клипы, который там вот только-только, даже по сути, не собирался снимать полный метр, насколько я понимаю, пока тебе не позвонил Михаил Врубель, не сказал, как бы, не высказал это предложение. Вот. Вспомни свои эмоции вообще от того звонка. Потому что, насколько я понимаю, это как бы был прям звонок, вот в лоб. До звонка ты не знаешь, у тебя нет предложения. После звонка у тебя есть предложение, что я могу снять полный метр. Ну и друзья, и коллеги, с которыми мы как бы вместе там снимали, снимаем, продолжаем рекламу или клипы. Кто там мечтает снимать кино, но до сих пор еще почему-то это не сделал. Вот часто говорят, ну ты везунчик, ты счастлив, тебе просто повезло. Вот. Ну и считай, что везение, это то лишь один из элементов. Нужно еще уметь же воспользоваться этим шансом. Тебе дают шанс, и то, что ты с ним делаешь, вот уже как бы и даст результат. Отрицательный или положительный. Когда мне предложили лед, честно говоря, я не был там в большом восторге. Я просто подумал, что, о, это шанс. Было бы кайфово попробовать. Мы пообщались с продюсерами, никаких там, типа, восторгов. Вау, мне предложили кино, все. Нет, ничего нет. То есть, есть сценарий, есть какая-то задача. Я не знаю, справлюсь я или нет. Я такого не делал. Скорее всего, не справлюсь. Ну мы пообщались, я такой, сел писать разработку. Пока я писал разработку, вот там я уже почувствовал, что, ага, можно сделать так. Почувствовал какой-то азарт и так далее. И вот момент, когда у меня была готова разработка, я написал ее, отправил. И вот мне сказали, сегодня там восток от востока, давайте встретимся. Там Миша Врубель, Саша Андрющенко, Федор Сергеевич Бондарчук. Встретимся, ну и обсудим, что получилось. Потому что я знаю, что там были еще какие-то режиссеры. Это было что-то вроде тендера, ну такого внутреннего. Вот тогда, перед выходом, я с другом зашел, он жил буквально на соседней лестничной клетке. Я зашел к нему, закурил, говорю, блин, Серега, так стрёмно. Потому что, что бы ни произошло, все изменится кардинально в моей жизни и в моей карьере. Потому что если они скажут нет, да, у меня появится какое-то вот ощущение этого типа азарта, того, что теперь я точно обязан сейчас взять какое-то кино и сделать его. А если не скажут да, я приступил к съемкам своей первой картины, а это тоже другой мир. И как бы обратно пути уже нет. Вот сейчас вот я выхожу за порог твоей квартиры, и все меняется. Это ощущение того, что ты находишься в каком-то, ну, сломе времени и какой-то событийный ряд. Тотально сейчас меняется. Куда он пойдет, ты не знаешь. Сюда, сюда есть тысяча вариантов. Но прямо сейчас он происходит, и что-то за ним последует. Что-то большое изменение всей твоей жизни. Так или иначе. Хотел уточнить, ты сказал просто, что отказался от съемок Лед 2? Во-первых, я не хотел заходить в ту же самую реку и вытащить рыбу поменьше. Потому что сиквел всегда рыбы поменьше. Не всегда. Терминатор сработал отлично. Вот, Бэтмен. Почему бы рыбы поменьше? Я просто, ну, в момент того, как мы закончились и вышел лед, понял, что это не совсем мое кино. Ну, то есть, я его очень люблю, все круто сделал, но, ну, мне реально нравится чуть-чуть более, не знаю, подвижность. Я не фанат фигурного катания, я не очень люблю рамкома. Не совсем близкий мне жанр, вот. Дебют лично срос, я очень рад и благодарен всем, кто работал и получил офигительный опыт. И правда, ну, очень люблю эту картину. Я делаю это со всей душой, со всем сердцем. Но, прям вот, тотально мое сердце лежит чуть-чуть в каких-то других каких-то жанрах и направлениях. Вот. Поэтому мне не очень вообще зашла идея делать, ну, продолжение истории. Потому что мне казалось, что она была закончена. Но мы, тем не менее, обсуждали с продюсерами эту историю. Как бы даже какие-то наработки, прикидки делали, чтобы, ну, понять, сработать или не сработать. И в какой-то момент понял, что, ну, нет, все-таки это, наверное, не про меня. Вот, ну, то, что начало вырисовываться, история про героя Саши Петрова, который продолжает жить. И вот, потому что, ну, вот это не совсем моя история. Вот. И мы как-то так решили, что нужно просто другой режиссер. Майор Гром более близко тебе жанр? Да, гораздо интереснее. Ты бы стал снимать еще следующую часть? С большим удовольствием. Это суперинтересное приключение. Вот, мне очень нравится, что происходит с Громом. Ну, процесс был, ну, незабываемым. Если бы я сейчас вернулся в прошлое, я бы прошел то же самое еще раз. Вот, даже если бы один в один все происходило со всеми, там, страданиями и со всем про всем. Страхом и так далее, я бы прошел это еще раз. Сделал бы прямо то же самое, сделал бы еще раз. Потому что это было очень круто. Фокус-группы вы использовали? Да. Ну, на очень раннем этапе, чтобы проверить какие-то такие, там, внутренние нюансные вещи. Проверили, что-то поправили. Когда мы провели фокус-группы, очень много было комментариев, типа, У нас такой полиции нет. А че, у нас же копы выглядят по-другому. И такой, да, блин, это жанр. Чуваки, ну, это, ну, как, ну, нет. Ну, это не должно быть реальным. Ну, почему все должно быть как в жизни? Нам этого хватает в жизни. Ну, зачем ходить на вот это все в кино? Мне кажется, что зрителю сегодня, вот обычному рядовому зрителю российскому, не надо ходить в кино. Достаточно вот вечером дома выключить звук телевизора или выключить телевизор, и вот за стенками в соседних квартирах или даже в собственной квартире сидит. Вот все, вот эта жизнь тяжелая, страшная, с драмой, она есть. На хрена снимать об этом кино? Ну, зачем туда ходить? С другой стороны, это тоже фокус-группы. Люди туда приходят, зная, что они должны смотреть и давать свой критический комментарий. Да, что понравилось, что не понравилось. Может быть, это тоже повлияло как-то на оценку людей. И уже в финальной, когда она посмотрит в кинозале, уже не будет таких вопросов. И мы, правда, много сделали еще всяких нюансов так, чтобы, ну, реально зритель понял, что он находится в жанровом кино, что это российское жанровое кино. Ведь любой возьмите заграничный фильм, ни у кого нет вопросов, типа, да в Москве реки не водятся таких огромных ящерец, да? Вот. Это американцы, у них там все может быть, ты смотришь это как условность. И как бы ты, ну, вот, воспринимаешь его как есть, как тебе его преподносят. Все, ты понимаешь, а, это правило игры, все, я по ним играю. В России же, как бы, ну, в жанровом кино нету. И вот это самое главное, мне кажется, ну, лично для меня, пока вот такая, ну, опасение, поймет ли российский зритель российское жанровое кино. У тебя, грубо говоря, вот как я, когда готовился интервью, увидел две разных таких стороны тебя, как режиссера. С одной стороны, ты уделяешь внимание и, как бы, делаешь акцент на то, что тот продукт, который ты выпускаешь, то кино, тот клип, он должен быть массовым, он должен быть просматриваемым, он должен быть интересен большому числу зрителей. Ты, очевидно, не снимаешь для какой-то сверхузкой аудитории. Но с другой стороны, у тебя есть работы, которые посвящены, там, допустим, клипы, там, инди-рока, там, тот же Синекдоха Монте, тот же... Сироткин. Да, там, Сироткин, да, то есть клипы, которые, очевидно, что это сразу понятно, что они не наберут, там, столько же, сколько Тимати, там, вертолет, образно говоря. Это мой личный арт-хаус. Ты это в себе уложил, и из этого всего следует вопрос следующий. Будет ли подобный твой эксперимент в кино? Я мечтаю о таком эксперименте в кино. Работа на музыкальном видео, не на рекламе. На рекламе сложно заниматься творчеством, там ремеслом больше, ну, творчеством всегда требуется, вот, больше ремесленные навыки. В клипах, которые я сам продюсирую, которые я сам снимаю как режиссер, и собираю группу единомышленников, там есть возможность, ну, реально, экспериментировать с формой, не ориентируясь на потребности, и вкусы зрителя, а только лишь на собственные. То есть, искать собственный голос и какие-то нюансы, пробовать какие-то штуки, смело, не боясь ошибиться. Потому что самая большая проблема, что останавливает нас в развитии часто, это не ошибки, а страх ошибиться. Сейчас объясню. Когда ты совершаешь, когда ты боишься ошибиться, ты ищешь правильное решение. И это правильное решение часто приводит тебя к шаблонам, ко вторичности какой-то там, или, не знаю, к чему-то еще. Когда ты не боишься ошибиться, да, ты идешь вперед, и даже если вдруг что-то идет не так, ты потом принимаешь новое решение. Тебе не перед кем отчитываться. Никто не скажет тебе, ой, ну, мы планировали другое, зачем так, тебе даже не надо никому ничего объяснять. Просто ищешь новое решение. И получаются какие-то особенные живые вещи. Потому что, ну, ты сам решаешь, что, окей, это не получается, давайте по-другому по-другому. У тебя нет ответственности ни перед кем, кроме себя самого. В конце вот нашего интервью, чтобы ты дал три совета начинающим режиссерам? Я бы посоветовал, ну, экспериментировать. Прямо экспериментировать, делать не по правилам. Понятно, что, как бы, вот тут двойная такая штука. Первое, не бойтесь повторять. Прямо повторять. Потому что, когда ты ничего не умеешь, ты учишься за счет повторения. И вот даже, когда ты повторяешь все, не бойся это изменить и экспериментировать намеренно. Нужно научиться. Это обязательный навык экспромта, эксперимента. Это обязательный навык. Интересно, интересно импровизировать. Это обязательный навык, в принципе, для любой формы, короткой или длинной. Вот это надо развивать. Второе, наверное, нужно... Вот мне этого не хватает. Я бы хотел такой скилл иметь и стараюсь этим заниматься. Фиксировать. Увиденное, прожитое, посмотренное. Много всякого кино смотрим. Но вот я, например, очень многое забываю. И я там начал несколько лет назад вести список просто всех фильмов, которые я посмотрел. Не важно, понравились мне или нет. Но все фильмы, там, год выпуска, режиссер, название. И часто, когда я такой думаю, это вот сейчас, это вот... Я могу открыть список, просто листать, листать. А, вот все, в этом фильме. И сразу такой, вум, телепорт, открывается портал. Ты вспоминаешь, что это было, вспоминаешь свои личные ощущения. Еще лучше ввести дневники. Ну, реально делать записи в своих мыслях. Даже не обязательно там о кино размышлять и так далее. Просто о жизни, о своих чувствах. Фиксировать, развивать эмпатию. Наверное, третий совет. Вот ввести дневники. Первое, фиксировать и запоминать, пытаться создавать списки какие-то, вот этого полученного опыта. А третий совет, как можно больше пытаться анализировать собственные чувства и ощущения. Навык очень помогает потом эти чувства конструировать. Мне кажется, невозможно сконструировать на экране какое-то чувство, да, или эмоцию, если ты, в принципе, не можешь его распознать или расчленить у себя внутри. Это эмпатия называется, да, способность принять чувства и осознать наличие этого чувства. И вот так вот год за годом, недели за неделей, накапливается просто способность, ну, чуть больше оттенков различать в собственных чувствах. А потом, когда у тебя вот эта вот, какой-то, ну, палитра эта разрастается, ты потом ей можешь пользоваться. Да, здесь чуть нюансик добавил в кадре, да, тут чуть-чуть. Тут подсказал артисту, слушай, а что если вот в этот момент, там, оп-оп-оп, и как бы оно такое, хоп, и живое получается. Ну, или просто какие-то идеи вдруг возникают, потому что, ну, появилась новая какая-то вот красочка в палитре у тебя есть, ты пользуешься, ты ее различил. Три гостя, которых нам надо позвать вот из российского кино, как ты считаешь, вот кого прям вот обязательно нужно, вот ни в коем случае нельзя пропустить? Егор Абраменко, очень интересно, потому что, ну, реально, он крутой режиссер, он очень осмотрен, очень умен, делает большие успехи. Вот после выхода «Спутник» он сейчас работает над проектами на 10, можно, ну, очень надеюсь, у него получится сделать кино в Америке, вот, и надеюсь, что не одно. Ну, и он много чего может о кино рассказать, на самом деле, интересных вещей. Ладо хватать, прям обязательно, потому что вот тут только что прошел опыт своего дебюта, и я уверен, что все в ее голове перевернулось ног на голову. Уверен, что у него было представление и понимание, что это такое, то есть было представление, а понимания не было. Вот теперь оно есть, и время, пока оно свежо, зовите, вот, мне самому будет очень интересно услышать какие-то инсайты и его ощущения. Кроме того, он просто интересный собеседник, куча вам расскажет про фильмы и про кино. И, наверное, кого-то такого не балабола, а вот интересного. Миша Милашин, очень интересный оператор, и у него очень большой опыт, и, мне кажется, он здорово рассказывает. Спасибо тебе большое за разговор, за откровения, за инсайты, за советы. Было очень классно. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Сегодня на пресс-показе я был очень приятно удивлен, что по окончанию фильма люди аплодировали. Такого на пресс-показах не происходит, в принципе. И, ну, мне это, честно говоря, как-то так, ну, стало еще страшнее, блин, знаешь. Потому что, ну, конечно, хочется верить, что кино понравится, зайдет и сработает, но только экран покажет, никаких гарантий никто не дает.